всем привет сегодня у меня по плану два мероприятия это замена задних колодок и замена одной сорванной шпильки маленькая предыстория решил я на машине посмотреть обслужить тормоза потому что после поездки в сырую погоду например там машинка доставляю надолго в гараж потом впоследствии очень тяжело получается тронуться колодки прилипают к дискам и машину сорвать с места бывает проблематично решил посмотреть причину но из одной направляющей смазать и посмотреть в каком состоянии колодки неправильных менять ну и немножко так приохренел из четырех всех суппортов которые разобрал три закисшими нижними пальцами передние оба и вот этот вот левый и задний а тот правый полностью был в рабочем состоянии все пальцы хорошо ходили были смазки верхние пальцы все в порядке вот нижние все по закисали что собственно говоря и приводила колодки были пожар постоянно в поджатом состоянии к диску и отсюда и принципе прилипали не расходились ну суппорта я уже обслужил на передних я суппортах нижние пальцы поменял вот эти деферные резинки обе они разбухли и из-за этого собственно говоря пальцы заклинили они поменены пальцы все смазаны сейчас все хорошо там ходит все нормально и заменил еще на переднем левом пыльник он здесь вот лопнул пришлось заменить на новый колодки передней еще в хорошем добротном состоянии еще могут ходить а вот задние плачевное состояние я не стал уже как бы ничего ждать колодки заказал новые они мне пришли но пока они шли я решил что суппорта пока все обслужу все смажу как бы тут тоже все задние обслужены пальцы все теперь все ходят нормально вот ну и собственно первое чего мы начнем это конечно замена шпильки это вот результат того что я постоянно затягиваю руками вот таким вот ключом затягивать нужно конечно определенным моментом затяжки но это надо динамометрическим ключом конечно вот но вот собственно и результат одна шпилька свернулась остался вот он в гайке шпильку я заказал вот такую не оригинал вроде как конечно и новая гайка что ж меньше слов больше дела приступим перед тем как поднять машину домкрат обязательно под заставим какие-нибудь уборы ну и можно поставить машину еще на передачу проверяем пальцы ну так как я их только обслуживала то не все принципе ходит все нормально вот этот нижний был закисший полностью все хорошо а и в и и и и и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, колодки заменены. Шпилька с гайкой заменена. Теперь, после замены колодок новых, после того, как поршень свели туда, до конца утопили, очень важный момент, который нужно сделать обязательно. Садимся в машину, заводим. И несколько раз нажимаем педаль тормоза до упора. Нужно это для того, чтобы поршень, который вы вдавили по новой колодке, он вышел и сомкнул эти колодки к диску. То есть, поршень, чтобы встал в рабочее положение. Иначе, если вы поедете, при первой же поездке, при нажатии на педаль тормоза, у вас просто тормозов не будет, потому что поршни у вас не вышли в рабочее положение. Продавите педаль тормоза несколько раз в пол, чтобы у вас поршни суппорта встали в рабочее положение. Это нужно сделать обязательно.